через воздействие нежное прикосновение которое я уже говорила как правильно производить оно организуется соответственно через очищение то есть первое что у вас будет 99 процентов это чаще всего именно очищение организма каким бы кристаллов вы не работали а потом у вас проявится чувствительность вы при первом прикосновении кристаллов проекции той или иной железы проекции того или иного органа будете чувствовать состояние измененного сознания как будто бы вы на волнах находитесь и состояние плывет у некоторых эта чувствительность проявляется и просто прикосновение кристаллу даже до того момента пока человек прикасается ну берет и работает массаж техника поэтому конечно же лит терапия это великая сила и самое главное знать как воздействовать особенно ярко проявлены в организме даже не органы которые могут вызывать метаморфозы в организме а железы потому что это высшая стадия проявления преображения в организме а почему так потому что практически ну можно так сказать все железы в организме они гормонопродуцирующие то есть они проявляют гормоны в организме гормоны это транспортный беру белок который попадая в клетку приносит питание и если выделяется какой-то недоселе необычный гормон в доле иной железе после воздействия литотерапии то организм и человек в целом начинает преображаться а что значит преображение это значит обретение ситх то есть здорово так что проекция желез всех которые у нас есть в организме это особо крутые зоны с которыми литотерапии стоит работать я знаю но я отслеживала этот момент сейчас в литотерапии очень много россказней сказок и кристаллам сейчас приписывается разным очень много функций и кажется что они все похожи друг с другом и на самом деле не несут истинной силы я сейчас перечислил кристаллы которые были в нашей традиции земной я здесь не говорю о том что это там славянские народы или какие-то еще еще там кто-то нет я буду говорить о том что у нас в земной традиции каждому кристаллу соответствовала обычная земная функция я сейчас перечислю кристаллы в совокупности с их функциями это то о чем я знаю чем я пользуюсь сама и как я преображаю свой организм и собственно пробуждаю способности в своих близких людях и так корнеол или иногда еще корнеолит это разновидность сердолика он имеет темно-красный почти коричневый цвет несет функцию благих свершений сердолик светлый оттенок сердолика несет блажь или ленье блажь это постоянный контакт с богом для тех кто не знает о них он дарует божественную судьбу а что такое божественная судьба это судьба которая в человеке заложена по праву рождения потому что мы сейчас зачастую живем не своей жизнью мы проживаем такие этапы которые больше похожи на испытания но на самом деле божественная судьба у нас есть у всех по праву рождения единственная причина которая почти почему мы ею не живем это значит мы попали под энергетическое влияние среды и она давлеет поэтому вот именно они позволяет вернуть божественную судьбу то есть те события которые дарованы нам по праву рождения аквамарин аквамарин дарует удачу бирюза дарует радость хрусталь дарует славу и почет гранат дарует терпение исполнение желания лазурит дает вечность это имеется ввиду вечная жизнь или вечность какого-то события которое вы хотите заикарить своей жизни чараит он дарует дарует волю и твердость халцидон дарует бережение кровавить кровавик или другое название гематит дарует мир и мирное восприятие реальности янтарь дарует благость и танку что такое танка это современная интерпретация танки она конечно ужасно на самом деле танка это притяжение то есть это та энергия которая позволяет в свой род пригласить соответственно того или иного родовича то есть родить пригласить в рождение близкого любимого человека например прапрабабушку которой уже нет но она находится в своем локе и соответственно ждет воплощение так вот для того чтобы притянуть близкого человека в рождение включается танка это то что обнулено в буддизме там пишется что ты живешь и отстраняйся от своих чувств и если ты один это правильно на самом деле танка всегда была в нашей культуре является основой основы для сохранения своих родовых связей рубин рубин дает праведность нефрит могущество хризалит мастерство и процветание опал святость алмаз все самое хорошее что есть мироздание тапаз лад и согласие аметист крепкое здравие александрит мудрость яшма счастье сапфир всех благ и величие изумруд успехов агат прощевание вот здесь я поясню что такое прощевание прощевание это не прощение прощевание это двустороннее прощение когда я тебя прощаю и ты меня прости пожалуйста то есть это функция по кристаллу которая позволяет на уровне воздействия с организмом пройти катарсисы и освободиться от болевых ощущений в теле я бы даже сказала что агат это самый первый кристалл которым стоит воспользоваться и работать относительно своей кожи для того чтобы проекции того или иного органа или той или иной железы прожить сложные моменты обрести устойчивое понимание ситуации правильно почему что-то произошло и пройти состояние прощевания потому что без прощевания расслабить организм очень сложно каждый раз когда мы испытываем перенапряжение мы начинаем стрессовать а естественно все негативные ситуации которые нас завязывает система с другими людьми она всегда сопряжена напряжением поэтому вот агат один из самых первых кристаллов которыми стоит которым стоит воздействовать на свою кожу и последнее сардоникс сардоникс всего доброе или раш раш это тонкие контакт с мирозданием с божественным нашим началом конечно когда мы касаемся все литотерапии и они не скажут все в одном выступлении так или иначе конечно состояние измененного сознания которое может наступить после воздействия этих кристаллов это то состояние которое может позволить вам обрести новые ситхи и способности но как же быть если не всегда понятно чем начинать работать иногда меня спрашивают а вот какой лучший подход мы все настолько индивидуальны мы все разные в этом разнообразие устойчивость мы помним да есть такая знаменитая теорема которая говорит что в разнообразии устойчивость я считаю что это абсолютно верно чем разнообразнее мы чем мы по-разному то есть чем разнообразнее наши взгляды на этот мир и чем мы многообразнее тем он устойчивее поэтому конечно каждый начинается своего кристалла но как понять какой да вот у нас есть сон но мы понимаем что вот я пришла на канал автонома я понимаю что здесь стараются выйти в депривацию и а с ней не имеет смысл вообще какой-то говорить мы будем говорить о состоянии измененного сознания состояние измененного сознания зачастую наступает не только тогда когда мы входим в регресс например или в мечтательном состоянии да это тоже состояние измененного сознания или полное расслабление когда сознание сохраняется здесь и сейчас но тело отпускает это тоже состояние измененного сознания и у нас слово знать пишется с буквой зе первая буковка в этом слове зе но это испорченное слово потому что на самом деле снать от слова сон да или например снадобье то есть понять чем воздействует на себя можно через сон сейчас слово сон оно очень изменено у нас было огромное количество форм сна мы будем условно говорить что состояние измененного сознания это именно то состояние которое доступно всем автономам в состоянии полного расслабления либо в состоянии мечтательности или в состоянии когда человека отпускает там боль какую-то психо эмоциональную в катарсисе тоже может начаться проснуться проявиться состояние измененного сознания так вот в этом состоянии измененного сознания как раз можно увидеть какое снадобье то есть чем воздействует на организм я уже говорю неолита терапии или в частности каким кристаллам в первую очередь нужно начинать воздействовать на свой организм для того чтобы запустить правильные реакции я напомню кто отслеживает кто смотрит мои выступления на автополстары я уже говорила что кристаллы конечно лучше брать необработанные чтобы они были в природном первозданном виде и та структура их кристаллической решетки которая в них заложена это самое ценное поэтому конечно не спешите за прозрачностью не нам ювелирное качество не нужно самое главное что там была та самая кристаллическая решетка которая собственно есть в кристалле во всех кристаллах которые я здесь озвучила понятное дело что янтарь не является кристаллом смола но она обладает такими интересными качествами почему потому что она сформировалась в окаменелом в окаменелую форму до исторические времена в те времена была высокая энергетика то есть это имеет смысл воздействовать на себя именно данном случае янтарем но перейдем к другим формам воздействия дело в том что раз мы на автономии раз мы не кушаем не пьем депривируем то естественно возникает вопрос зачем природе такое разнообразие фруктов овощей ягод и так далее мы же привыкли что все якобы для человека что если мы не едим то тогда для чего все это но оказывается нет что огромное количество форм жизни помимо нас устроена таким образом что не обязательно питаться физической пищей пища которая есть в эфире то есть сама структура эфира готовы взаимодействовать с человеком если мы являемся клеткой мироздания то есть мы встраиваемся соответственно в мироздание своим пониманием ощущениям и тот эфир который есть мироздание он начинает подключаться к нам и питать нас это вот то эфирное питание которым я каждый раз говорю когда я прихожу то есть получается те формы фруктов овощей ягод и ижа с ними созданы не для того чтобы их ели а для того чтобы накапливать потенциал а как они собственно купить потенциал наверное всем уже понятно что в мироздании все крупные объекты таких как земля солнце но вообще не только в нашей солнечной системе других солнечных системах других мирозданиях они шаровидны а почему собственно земля имеет потенциал изначально потому что она в космосе плывет по своей траектории да то есть мы знаем что тела движется соответственно возникает то самое трение которое создает тепло тепло это потенциал это энергия или собственно говоря те потенциалы которые закладываются в человека изначально на момент рождения и заметили наверное что там огурцы помидоры все что у нас там выращиваются яблоки сливы они либо имеют форму тора либо шаровидные либо с какими-то округлостями то есть кривизнами органам нашем теле точно также они не квадратные не треугольные они имеют сфероподобную форму то есть получается по образу и подобию все всегда совпадает но мы знаем что физики есть определенная как бы закон закон сообщающийся сосудов когда мы берем пустой сосуд и либо слабо напомню там небольшое количество влаги и полный сосуд и они соединены и если мы начинаем их уравновешивать сосуды начинают входить как система друг другом взаимодействия то из одного сосуда начинает перетекать жидкость другой до того момента пока не не уравновеситься то есть получается если мы возьмем ту же самую грушку которая в своей основе своей архитектуре содержит сфероподобные выпуклости и нашу землю то они все за синхронизированы иными словами все что висит на дереве там или на кустарнике или под землей находится за счет своей органичной формы входит в контакт со всеми крупными сферическими объектами и по принципу сообщающийся сосудов напитывается потенциалом то есть получается что мы можем взаимодействовать на физическом уровне со всеми продуктами да вот так ну которые попадают чаще всего на наш стол на уровне прикосновений но опять как да то есть получается что мы через состояние измененного сознания можем выяснить с каким продуктом мы можем взаимодействовать для того чтобы этот потенциал через определенные прикосновения стал нашим то есть получается те энергии которые входят на тонком уровне в то или иное растение а я кстати вот на позапрошлом по новой или на прошлом позапрошлом выступление свою на автопол старый я рассказывала о растении